Аэропорт Талаги первые, что увидят участники грядущего форума, которые прибудут к нам самолетом. Сейчас на территории воздушной гавани столицы Поморья идут работы по монтажу нового международного терминала. Это дополнительные площади, соответственно, дополнительные стойки регистрации, дополнительные пункты досмотра. То есть будет расширение площадей и, соответственно, это будет такой стимул для расширения маршрутной сетки и для новых рейсов и так далее. К началу проведения арктического форума завершат работы по возведению фасадов нового аэровокзального комплекса. Меняется и облик Архангельска. Спецтехника активно ликвидирует старые дряхлые деревяшки, уродующие областной центр. Например, для двух домов недалеко от перекрестка Урицкого-Ломоносова эта весна станет последней. Построены они были еще в 1930 году, аварийными признаны несколько лет назад. В расселенных домах обитали бомжи, постройки постоянно поджигали. Поэтому горожане сносу обрадовались. Конечно, довольны. Давно пора. Что стоит ухлит такая. Чтобы можно было наблюдать уже не только развалы и горения, а что-то уже более интереснее и привлекательнее, чем вот это все. Работы контролируют специалисты городской службы спасения. Они же демонтировали старые электропровода, мешавшие работам. Решение о сносе этих аварийных деревяшек комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла только 31 января этого года. До этого долгое время решался вопрос с собственниками. Один дом, как мы видим, уже снесен. Второй будет ликвидирован в течение двух-трех дней. Ну а все работы по благоустройству территории должны завершиться к началу проведения Арктического форума. К знаковому для области событию нужно навести порядок и здесь, Вологодская, 20. Двухэтажное старое строение было снесено в 2016 году. Все, что осталось после, вот это ограждение, которое своим видом портит внешний вид проспекта Ломоносова. Именно по нему поедут многочисленные кортежи с гостями форума. Саму площадку проведения форума Северный Арктический Федеральный Университет тоже активно подготавливают к грядущему форуму. Внимание к объекту по понятным причинам особенно повышенное. В рамках рабочей поездки его готовность проверил глава Архангельска Игорь Годзиш. Ряд подрядчиков сейчас готовит тротуары, которые будут монтироваться вдоль корпусов САФУ и до Праги. Соответственно, смотрим размещение, смотрим готовность и необходимо увязать работы, которые ведут строители на территории САФУ. И, соответственно, работы наших дорожников и по подготовке территории, и по монтажу дальше уже и площадок, и тротуаров. Главное уложиться в срок до 29 марта. Именно в этот день будет дан старт Арктическому форуму «Арктика. Территория. Диалога». Пока все работы идут по графику. Отставаний нет. Вадим Федосеев, Артемий Заварзин, Денис Клинчевский. 7 дней в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok